Целью недоходного объединения радар-коррупции, как было объявлено сегодня перед прессой, является борьба с нечестными схемами, которые, согласно законам, не считаются коррупцией. Подобные схемы чаще всего попадают в серую зону, где границы размыты, но есть ситуации, которых, согласно правилам этики, должностные лица должны избегать. Однако так происходит далеко не всегда, и порой чиновники и политики сознательно пытаются перевести туда свою деятельность, дабы реализовать коррупционные схемы. Иногда коррупционная деятельность совершенно очевидна, однако юридически все в порядке. То есть деятелям удалось найти несовершенства в законодательстве и использовать их ради получения выгоды. Конечно, на данный момент в Эстонии существуют организации, занимающиеся превентивными мерами, но они не занимаются серыми зонами, как мы. В целях борьбы с коррупцией организация планирует присуждать нечестным деятелям своеобразную антинаграду в виде белой кофточки. Именно такой символ борьбы с коррупцией был выбран из-за скандалов партии «Реформ» еще в 2012 году. Тогда выяснилось, что финансирование партии далеко не прозрачное и, по сути, вообще непонятно, откуда взялись эти деньги. В организации этой черной схемы финансирования был обвинен тогдашний министр юстиции реформист Кристен Михал. В итоге политик пытался создать себе позитивный имидж, приняв участие в популярном эстонском ток-шоу, где говорил о грязных схемах, появившись перед зрителями в белом свитере. Подобный выбор одежды был расценен как попытка притвориться белым и пушистым и вызвать доверие со стороны зрителей. Пиарщики тогда придумали ход с белой кофточкой, чтобы люди видели милейшего человека, который мягко и дружелюбно кается в своих проступках. Однако к самому антикоррупционной организации имеется немало вопросов. Инициатива награждать нечестных политиков принадлежит свободной партии, и от них также было получено некоторое финансирование. А членами организации, в том числе, являются представители некоторых оппозиционных политических сил. Точно так же юридически все корректно, но достаточно ли прозрачно с этической точки зрения. И пока что не ясно, как радар коррупции планирует избегать конфликта интересов, и не будет ли он нацелен на предвыборную борьбу или дискредитацию политических оппонентов. Правда, сегодня представители организации утверждали, что являются независимым объединением, и если в нечестно схемах будет замечено представленное в правлении партия, то поблажек для нее не будет. Виолетта Ланман, Сергей Побредуха, Первый Балтийский канал.